Всем привет! Приветствую вас на канале Apple Games. Сегодня мы играем в игру Need for Speed Neolimits. В нашем канале уже есть прохождение этой игры и посмотреть их вы можете в нашем плейлисте, который будет указан в комментариях под видео. Вернее в описании под видео. Ну что ж, давайте начнем. Вот у нас тут уже моргает значок, что мы можем улучшить нашу машину. Так, ну наш основной транспорт это Subaru. Собственно, им мы и будем заниматься и активно улучшать. Так, так, так. Ага, колеса. Что-то можно сделать с тюнингом колес. Выбрать пустую ячейку. И... Так, так, так. Премиум контейнер или классический. Ну, собственно, у нас вроде... А, бесплатно и то, и другое. Ну, тогда давайте возьмем премиум. Так, так, так. Ну, получить. Бесплатно. Какая-то акция получается или я не знаю. Что же нам выпало? Ага, чертеж машины. Необычный. Ну, а мы хотели запчать. Давайте купим что-нибудь еще. Все-таки нам нужно улучшать нашу существующую машину. А нам опять выпадает чертеж. Ладно, вот третий раз пусть будет последний. Надеюсь, хоть в этот раз повезет. Так. Ага, отлично. Уличный турбо двигатель. Ну, и заберем бесплатный наш классический контейнер. Да еще пять раз можем получить. Ну, хорошо. Так, первый. Чертеж машины. Доступна новая машина. Похоже, она состоит всего лишь из одного чертежа. Так, странно было сказано, что мы можем забрать классический контейнер пять раз, а на деле получилось только один. Ну, ладно. Так, давайте поставим нашу новую запчасть. А вот у нас новая машина Volkswagen Gold GTI. Ну, по характеристикам. Хотя, если ее улучшать, может быть, она и догонит нашу вот эту машинку. Так, турбо. Ставим турбо. Причем на порядок лучше три звезды, а было две. Скорость увеличится. Так, продать старую деталь. Ну да, зачем нам старая деталь, по сути? Так, отлично. Еще мы можем улучшить непосредственно саму деталь. Поставить заднюю пластину, которая дает плюс 60 к скорости. Так же аэродинамический элемент, который дает плюс 46 к скорости. Так, а это что? А, ну, нам предлагают купить эти, вернее, опять выиграть в контейнерах. Но мы не будем. Так, вроде все, что можно, мы улучшили. А вот еще колеса у нас мигает, значок. Можем поставить новый протектор. Плюс 49 к разгону. Ну да, конечно, почему нет? Денег у нас пока много. Вот. Какие-то у нас достижения новые. Установить три материала. Да, в награду одно золотишко. Так, ну все. Теперь, я думаю, можно приступать непосредственно к самим гонкам. В прошлой серии мы занимались прохождением моно-серии для непосредственно наших машин. Поэтому давайте продолжим и все-таки закончим ее сегодня. Вот серия Subaru, Uber. Завершено 36%. Так, последнее событие. Час пик. Выбор машины. Ну, Subaru, я думаю, это очевидно. Начинаем гонку. Кстати, за победу в этой серии мы получим машину. Это, по-моему, в первый раз я ее встречаю, чтобы такая награда была серьезная. Рывок через канал Blackridge. Ну, давайте попробуем. Какая у нас красивая машина. Так, тут главное удачно стартовать. Отлично, идеальный старт. Нам нужно прийти первым. Я думаю, это проще простого. В прошлой серии мы, кстати, поставили обвес на машину. Я вообще впервые увидел, что это возможно. Обычно никогда не занимался визуализацией машины в этой Need for Speed. Но сейчас выглядит как-то посимпатичнее. Какая-то коротенькая трасса. Уже 70% прошли. И опять соперники позади нас. Так, отлично. И что же мы выиграли? Или за моносерию вообще не дают награды, получается? А, нет. Получите приз все равно. Уличные колеса. Необычный предмет. Необычный предмет. Это, по-моему, очень даже хорошо. Так, голова завершена. Что же мы получим в награду? Toyota GT86. Необычное. Доступное улучшение. Угу. Так, у нас заступны новая глава, третья глава. Но сначала давайте глянем на нашу награду. Так. Где наша Toyota? На статистике оказывается еще одна. А, нет. Мы не собрали три чертежа, чтобы открыть Subaru Impreza. Так, а что же у нас есть? Что-то я не понимаю. Нам сказали, что вы выиграли машину. На деле никакой машины я даже не вижу. Toyota. Нет. Там тоже какая-то Toyota, по-моему, была. Что-то даже не пахнет никакими машинами. Ну, ладно. Пусть. Интересно, можно ли их продать? По сути, вот. Нам же не нужна эта... Или это есть, эта Toyota? Да, Toyota GT86, как я ее не увидел. Собраны чертежи. Ну да, отлично. Новая стадия бесплатно. Как нам ее продать? Вот она нам не нужна, только мозолит глаза тем, что доступны какие-то новые улучшения. Хотя они нас совершенно не интересуют. Так, здорово. Но... Как бы общая характеристика машин 243, учитывая, что на нашей Subaru 390. Ну, зачем тратить деньги, улучшать что-то? Я не вижу в этом смысла. Может, если кто-то знает, как продать машину или избавиться от этих уведомлений, от этого значка, что доступно улучшение, напишите об этом в комментариях. На самом деле, очень интересно. Так, событие 1. Нитронатиск. Проезжайте по всем зонам заполнения закиси. Окей. Так, легко. Давайте посмотрим. Так, на карту у нас объезд через сухое ущелье. Угу. Ну, поехали. Какая-то, кстати, новая карта. Я еще не сталкивался с такой. Так. О, стартовали идеально. Отлично. Так, тут сейчас главное вовремя активировать нитро и попадать на вот эти участки с нитро. Боже мой, какая скорость. Интересно, настройках можно поменять? Мили на километры. Да, кошмар. Ой-ой-ой. Надо было дрифтовать. Ну ладно. Но все равно успели. Да еще и 7 секунд. Почти 8 осталось. Завершено. Идеально. Все идеально. Так, что там у нас в награде? Кстати, скоро новый уровень. 16 уже. Я думаю, довольно неплохо. Так, награда, награда. Воздухозаборник. Опять же, необычный. Вот я даже не понимаю, этот воздухозаборник для нашей машины или какой-то другой. И все из-за этого значка. Ладно, не будем сейчас туда заходить. Давайте завершим эту главу. Награды 20 золота. И уже потом посмотрим, что там с улучшением. Я думаю, текущих характеристик машины вполне хватит, чтобы завершить эту главу. Так, событие второе. На время. Восток главной площади. Ну, я думаю, тоже не составит труда. Выиграть. Опа, излишний оборот. Вот надо так. Ну, ладно, я думаю, это не критично. И это не отразится на результате особо сильно. Так, азот. Вот, дрифт. Я все время забываю про дрифт. За него, кстати, дают неплохие деньги, насколько я понял. Только, жаль, что я не умею им пользоваться. Как бы не проиграть еще. Вот из-за этой аварии, которая сейчас была. Ага. Так, осталось 15 секунд. Не знаю, успеем, не успеем. 10 секунд. И у нас только 85%. Похоже, что не успеваем. Ну-ка, ну-ка, давай. 3, 2, 1. О, 3 секунды осталось. Вообще опасно, на самом деле, было. Учитывая, что в прошлой гонке оставалось 8 секунд. Сейчас всего лишь 3. Ну, это из-за дрифта вот этого. Далее. А, не дотянули. До 16 уровень. Ну, ладно, следующие гонки дотянем. 2,5 тысячи нам дарят. Окей. Так, что там дальше? Охотник. Охотник. Вот это вот, по-моему, самый интересный вид гонки, который вообще есть в этой игре. Ты именно охотник. Просок через Блэгридж Стрип. Ну, эта карта уже нам знакома. Подсказка. Хорошее вождение в гонках дает больше наличных. Догнать и выиграть. Ну, я не думаю, что это составит особого труда. Потому что вечно в таких типах соревнований противники идут очень медленно. О, как я классно задрифтил, однако. Кстати говоря, уже 7,6%, а мы его еще не догнали. Обалдеть. Вот прямо на последней секунде. Мы вообще выиграли? Да, первое место. Нет, ну, это сейчас было на самом деле очень опасно. Потому что буквально 2 сотых доли секунды. Разница в 2 сотых доли секунды. Обалдеть. Да, что-то я погорячился с тем, что сказал, что здесь очень легко. Мы были, можно сказать, на грани поражения. Так, новый уровень, 15, золото. Топленный бак полный, отлично. Да еще и у нас приз. Опять деньги, деньги, деньги. Какой толк от этих денег, если тут нельзя покупать машины? Вот эта новая идея с чертежами, мне кажется, не всем пришлась по вкусу, но мне, по крайней мере, точно не нравится. События 4 в воздухе. Так, похоже, у нас машина уже немного не дотягивает, потому что уровень сложности уже стоит средний. То есть, ну, ладно, я думаю, как бы, средний это... Это еще нормально. Бросок через мост, айронбор. Я впервые слышу эту карту. Так, тут главное сейчас правильно стартануть и не налажать. Отлично, идеальный старт. Так, 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 ну, давайте нитро. Подпрыгнем еще разочек, еще раз нитро. Подышим мы спину, slip, stream. Так, я так понимаю, когда мы дышим мы спину, это... не очень разбираюсь в этих понятиях. Дрифт, дрифт, зачем я активировал дрифт? Так, так, так. Прямо спина нам дышит 60 ярдов, это совсем близко. Очень близко. Благо, вот, нитро нас спасает все-таки. Так, 70%. Но они, кстати, отстают. Стоит 60 ярдов, это уже довольно далеко. Я не думаю, что они нас обгонят. Я даже рискнул подрифтить чуть-чуть. Так, раз. Тут еще нита. Еще раз дрифт. Так, завершено. Уровень сложности был средний. Заметьте, средний. Хотя прошлая гонка на легком уровне сложности нам далась с трудом, я напомню, 0,02. Вот их, то есть практически проиграли. Так, необычная задняя пластина, замечательно. Так, ну и последнее событие. Так. Ну, я думаю, на нем мы как раз и остановимся. Так, сложно, сложно. Уровень сложности сложно. Так, ну и давайте попробуем. До этого еще никогда я, в принципе, не видел сложного уровня. Вот в гонках всегда было очень легко, 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 легко. Вот средний тут попалось. Тут сложно. Мне даже интересно. Мы могли сейчас зайти там, улучшить машину, там пооткрывать контейнеры, но попробуем. Это все-таки, наверное, проходимо. Несмотря на то, что сложно. Так, прийти первым. По каким-то причинам игра немного подлагивает. Не знаю, заметно ли это на стриме, но прям беда какая-то. Вроде раскочегаривается, а вроде нет. Но все равно какие-то тормоза очень сильные. Вот сейчас вроде. Вот опять нитро включил, и опять лаги. Так, с дрифтом входим в поворот. Вообще прям четко получилось. И это, по-вашему, сложно? Ну, не знаю. Вот и выиграли на этом сложном уровне. Заработали 1100. Довольно неплохо. Так, какой у нас приз? Приз роля. Опять необычный. Последний, вот сколько мы сейчас играли, гонок 10-7, всегда выпадает только необычный предмет. Так, завершена глава. Получаем награду 20 золота. Небольшая сумма по сравнению с тем, что у нас сейчас есть. И открылась четвертая глава. Так, на нашей машине можно ездить, но... Нет, вот интересно. Да, сложно. Опять сложный. Давайте попробуем поулучшать машинку. И сравнить, изменится ли что-то или нет. Ну-ка. Так, турбо. Турбо, что-то можем поставить новое. Ага. Роле, которое мы выиграли в последней гонке. Да, конечно, установить. Она заметно увеличила скорость. Так. И что, больше ничего не можем поставить? Эбу. Эбу, эбу. Давайте откроем пару контейнеров. 10 минут прошло. Мы можем... Возможно, что-то и выиграть. Купить 5 штук сразу скидка 20%. А зачем нам еще денег? Давайте купим сразу 5 контейнеров. Так. Ну, по порядку. Раз. Регулятор. Редкий, заметьте. Клапан обычный. Чертеж машины необычный. Обычный предохранитель. Упорный стакан. А мы откроем еще 5. Мы сегодня добрые, богатые. Задняя необычная пластина. Уличный и редкий двигатель. Редкий регулятор. Новый чертеж машины. Кстати говоря, она у нас уже вообще в принципе есть. И термодатчик. Отлично. Так. Вот теперь мы сейчас лучше у нас по полной. Так. Первый двигатель. Мы поставим не просто деталь, а мы поставим новый уличный двигатель. Установим его. И продадим вторую деталь. Скорость увеличилась просто колоссально на самом деле. И... Да еще и поставим воздухозаборник к нему. За 4200. А денег-то у нас, кстати, мало. Запчасти мы приобрели. А вот деньги, чтобы установить их, уже нет. Ну, ладно. Что получится хотя бы? А, 147 всего лишь. Так. А дальше, дальше. Что там еще? Да, ЭБУ. А, тормодатчик. Все, отлично. Давайте теперь напоследок зайдем и посмотрим, какой теперь нам выдаст уровень сложности. Потому что мне очень интересно. Мы сейчас вроде знатно так улучшили нашу машину. Так, моно-серия. Суббару уже 60%. Было 33, если не изменит память в начале выпуска. Так, вот. Глава 4, события 1. Выбор машины. Суббару. Средняя, уже средняя. Было тяжело. Или сложно как-то. Ну, в общем, на этом и закончим. В следующий раз будем проходить главу 4, затем главу 5. И это, наверное, будет последней главой 5. А пока. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока.